Что мы учили в прошлый раз, и дальше, да? Я сейчас повторю просто, начиная от Мишны, которая на странице ламы тэ таму бэд, в самом конце, что называется точно с первой страницы. Да? Отлично. Миша аю пиротав баира херет, вырву бнаю тагаиры, а ведь слома пиротав. Лави вну. Время, ай пиротав кому? Да, если нет, то имеет какие-то плоды, фрукты, неважно что. Я так понимаю, что пиротав тут даже лавдавка, как бы в смысле, что пиротав – это как бы самая, ну, как бы, конечный пункт дискурса, потому что если у него там какая-нибудь тряпка, то уж тем более нельзя. Пиротав, казалось бы, эти плоды ему могут понадобиться, чтобы питаться, да, значит, и он оставил в другом городе. И даже если люди того города сделали рув в его сторону, чтобы принести ему эти самые плоды, то они не могут этого сделать. Но если он сделал рув, то плоды его, то плоды могут к нему попасть. То есть он сам может их принести. Таким образом, получается, вроде бы как, помешнее, что эти плоды следуют его, как бы, его галактическому статусу. Да. Если некто пригласит от себя в гости на праздник людей и хочет им раздать как бы пищу на дом, то он может это же сделать, если они выходят за его тхун, как бы. Но если он, если он еще с вечера, то есть еще до начала праздника, объявил эти, разложил по коробочкам, сказал, что это коробочку рувену, это коробочку шимону, то тогда как бы он подарил ему уже эту еду, и они могут ее унести с собой. А он, наоборот, получается, что не может. То есть они как бы уже не, логически, не его. То есть если бы он, например, в середине праздника выяснил, что рувен заболел, не пришел, как бы, и ему самому хочется отнести эту коробочку в другую сторону, там, не знаю, леви, и у него даже есть рув в эту сторону, то он не может ничего с этим делать, потому что коробочка уже логически принадлежит рувену. И даже, возможно, имущественно ему принадлежит. Помните, у нас мы все время делаем различия между, так сказать, имущественной принадлежностью и логической. А логически она по-любому уже принадлежит рувену. И, наверное, даже имущественно ему принадлежит. Вот. Эта мечта гемара Итмар Если некто доверил какие-то плоды, какую-то съедобную хрень другому человеку, то, по мнению Рава, эта пища ходит так, как ходит тот, кому ее доверили. А по мнению Шмоля, как тот, кто ее доверил, как ее хозяин, собственно. Тут опять речь идет о том, в какой мере аллахические права сопровождают имущественные. Лейба Рава Шмуль Дадур Таймар Возможно, мы можем сказать, что Рава и Шмуль идут так, как они всегда идут. как бы у них есть некоторые шита и это соответствует их шите. Дитман, потому что в другой Мишне у нас есть такое заявление, это Мишна в Балканах. Им их низбиршут, бальхатцер хаям, рабеумер, ламы, но хаям, а чайка, бэра, бальхат, бальхат, лишь мор. Мишна такая, что если некто просит другого оставить у него свои вещи или свое животное, например, и эти вещи были попорчены имуществом, ну, там, например, животным, хозяин этого двора, хозяин несет ответственность. Или наоборот, как мы говорили, что если он внес своего козла, а этот козел там что-нибудь потоптал, то он, владелец козла не виноват, потому что в огород пустил козла владельца огорода. раби говорит, что это не так, что есть некая специальная операция, которую владелец двора должен выполнить, чтобы нести за это полную ответственность. Он должен официально принять на себя обязанность хранить эту хрень, которую, как бы, которую, которую к нему занес другой. И если он примет на себя это, тогда да, он несет полную ответственность за все, что с ним случилось. Если нет, нет, тогда он как бы предупреждает Бестама, когда он ничего не говорит, он как бы предупреждает владельца той хрени, которой к нему значит, на огород попало, что ты, конечно, оставить у меня это дело можешь, но козла своего привязывай, а за клубник твой я не отвечаю. Да, если у меня там какая-нибудь, я не знаю, мой козел туда запрет, ну, козла, судьба за клубник. А, а, за, а, а, охрана это уже совершенно другое дело, да, это вещь, до которой можно потребовать денег, например, но у нас стоит, иногда стоит денег. Это, короче, это вещь, которая, которая не, не сама собой разумеется, говорит Раби. да, да. Значит, мнение Раба в этой ситуации, что закон следует мнению мудрецов, Танакама, а Шумыр говорит, что Аллаха следует мнению Раби. Таким образом, согласно Раву, Пикадон Стан, это то, что человек оставляет вещью другого, и тот молча кивает, больше ничего не говорит. Это уже переход ответственности на того хозяина двора, в который это все попало. И, соответственно, вместе с этой ответственностью тот, кто объединяет эти два мнения в одну шиту, подразумевает, что вместе с ответственностью туда же переходит аллогический статус. И хозяин таким образом, чтобы лучшим образом нести за эту всю ответственность, может ее переносить, в том числе и в емдов, по своим аллогическим правилам. Куда он, туда и это. Шурик, подожди, я не поняла, ведь Рав сказал, что хозяин не будет нести ответственность до тех пор, пока... Нет, наоборот, Рав сказал, что хозяин будет нести ответственность. Он по Танакаму идет. Ба-ля-бать-ха-яб, ба-ля-ха-цэ-ха-яб. А, сейчас. Рав говорит, что, чтобы Стана, да, без лишних слов, как бы, когда он просто кивнул и согласился, чтобы он поставил клубнику или там, не знаю, золотое ожерелье, то это значит, что он уже несет всю ответственность за него. Ну, как что, мэрхинам, например, да, то есть не полную-полную ответственность. Поняла. И если мы говорим, что в этом случае Рав считает, что уже по-любому хаяв владелец двора, то и в первом случае, да, он что? Когда мы говорили, в первом случае, Кереглей, Кереглей, а, тому, кому дали. Кому дали, совершенно верно. Это он и есть, как бы. Представим себе, что, ну, просто на наглядных примерах, наверное, легче представлять. Представим себе, что некто пришел ко мне и сказал, вот у меня очень дорогая вещь, там, кольцо золотое. Пусть она у тебя полежит там какое-то время, а потом я у тебя ее возьму. Я говорю, окей. Теперь что получается по Танакамо? Вот Танакамо, второй Мишны, естественно, да, я про вторую Мишну сейчас говорю. Ну, в смысле, про Мишну вот эту, которую они приводили. По Танакамо что получается? Получается, что если я это кольцо куда-то задеваю, я не говорю прямо сейчас про украдут, да, там другие, там начнутся свои разборки, за что Шмархинам несет ответственность, а за что он не несет ответственность. Но если я его куда-то задеваю, потеряю по своей собственной вине, то что будет? Придет этот чувак и скажет, где кольцо? Я буду иметь бледный вид и скажу, найду тебе, куда делась? Ну, он говорит, плати деньги. Вот кольцо стоило столько, это вот чек от ювелира. Давай, плати деньги. Теперь, что я могу сделать для того, чтобы это предотвратить? Я могу, например, положить его в кармашек. Да, в кармашек. Зашить кармашек суровой ниткой. И ходить все время с этим кольцом. Теперь наступает праздник, что мне делать? Полуикерава. Вроде бы как получается, что вместе с... То есть получается, что я как бы принял это кольцо во временное владение, да? Принимая на себя ответственность за его сохранность. И тогда получается, что вместе с этим временным владением ко мне перешел на логический статус. И теперь я могу выносить, куда мне можно ходить. Ну и отличненько. Вот это ровно то, чем мы добивались. Вот. И вроде бы как действительно это ложится в одну шиту. Но сейчас выяснится, что не совсем. Шмуев говорит наоборот. Он пришел, положил кольцо. И хрен с ним. Ну, Шмуев вместе говорит, что Аллахак и Раби, да? Что говорит Раби? Раби говорит. Он пришел, сказал, можно положить кольцо? Я говорю, клади. Он положил. Через две недели он пришел. Он говорит, я кладу сюда кольцо, где он? А я говорю, а хрен вы знаете. Они волнуют меня совершенно. Я не трогал твоего кольца. Вот. Могу поклянуться, поклясться Богом, что кольца не трогал. Это я должен сделать, кстати. Могу прийти, поклясться в суде, что кольцо не... Что я знаю, не знаю, где твой кольцо. Все. Вот для этого я полностью отновляюсь от всякой ответственности за это кольцо. С точки зрения Раби. Поэтому кольцо как бы не стало моим ни в какой мере. И, соответственно, по первому сообщению, я и носить его тоже не могу никуда. Да? Ну да. Значит. Ну, точнее, куда-то могу, но только туда, куда его владелец может ходить. Так. Лейм Раав... Так. Это у нас позиция такая. Лейма... Лейма Раавушмуэльдаду датаомаеву, да? Что у них есть шита, и это соответствует решите. И то, и другое. Теперь аргумент-контраргумент, да? Вроде в это... Лейма Раав да амар карабона, ушмой да амар караби. А, нет, это еще пока аргумент, это продолжение аргумента в пульсу шиты. Вот, вот, дальше начинается контраргумент. Амар караб. И, конечно, это не принято, пока не принял на себя обязанность хранить, да? Собственно, Шмю. Нет, наоборот, извините. Да, нет, все правильно, все правильно. Ифхид, это значит уже, что он принял на себя эту обязанность хранить. И тогда это в любом случае попадает в ту ситуацию, когда и Раабе будет согласен, что он несет ответственность. И Рааб говорит, и именно поэтому он будет носить. Рааб, в принципе, держится мнение Раабона, да? Что, в Танакама, что пока он не принял на себя Шмюру, он... Сейчас, нет, 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 извините. Да, что даже пока он не принял на себя Шмюру, он несет на себя ответственность. Но не приобретая филактического статуса, вот как. Нет, не понимаю, нет, нет, неправильно, все, нет, извините, я говорю, чушь. Сейчас, сейчас попробую разобраться. Сейчас. Амазек Хараб, вот я читаю Раше. Блах, ана, даамре, афилуаби. Афилуаби, лопалик, эла бедело барыш, эла оль. Стама, амарли. Блах, афилуаби, оль. Ветенатер, адка, амарли. Адутенатер, адка, амарли. Аваль мавкид, беод, дегаха, лав бестама, скинан. Эла бедекабильна, циуда. Окей, окей, значит, Рав так говорит. Значит, похоже на то, что Рав так говорит. Рав говорит, что... Что так. Что если он не принял на себя обязанность хранить эту хрень, да, то Рав скажет, что он не обязан ее... Он не обязан ее... Он не обязан ее хранить. А автоматически имеется в виду, что он, да, принял на себя обязанность ее хранить. И поэтому... Поэтому этот случай не Рав, он, а Раби. Нет. Обязан... Небравильно. Обязан он сказать, вот, Рав идет по Танакамар, и говорит, что обязан хранить ее... Он обязан ответственен за ее сохранность, он в любом случае. Но таскать ее может только, когда он принял обязанность... А обязанность хранить по Раве. Вот так. Потому что там это... Это оно и есть. Простите, то есть принял по умолчанию, просто промолчав ответственность? Да, просто разрешив его отнести. Он сказал, да... Просто согласившись... Да, нет, раньше подчеркиваешь, он сказал, уль, да, заноси. Кто-то говорит, я поставлю у тебя тут там ящичек клубнички. Кто-то говорит, ставь, ставь. Все. С этого момента он принял на себя обязанности некую ответственность по ее сохранности. Но не... Но не... Анастический статус ее ношения. Анастический статус ее ношения он принимает именно тогда, когда говорит, да, я буду ее беречь. Вот так, вроде бы, говорит раб здесь. Раб здесь. Ну, не раб говорит, а когда они говорят о марных арабах, это значит, что они, редакторы Гемала, строят гипотетические аргументы от имени раба. В этом случае он сказал, что и рабы, и и рабы согласятся, что это корабли, корабли, а, мишевские люди, потому что, потому что в этом случае он точно принял на себя обязанность шмирить. Вот так, вот так, все правильно. Раб сказал так, я вообще считаю, что человек, у которого оставлена вещь, может ее носить. Отдельно я считаю, вот, 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 вот правильное изложение. Отдельно я считаю, что человек, у которого просто вещь поставлена, он ее, в принципе, несет за нее некоторую ответственность. Но даже если так не считать, даже если считать как рабе, что он несет за нее ответственность только тогда, когда он подписался ее хранить, то это и есть первый случай. Он тогда, он же подписался, потому что, когда есть слово «евкид», это значит, что человек уже несет некоторую ответственность за сохранность. И получается, что и в Арабии, и по Танакамамам эта ответственность есть, и вместе с этой ответственностью приходит, как бы, приходит аллахический статус. Вот так. И, соответственно, это все ведет к тому, что может носить так, как... А, и это ведет к тому, что может носить так. Ну, что мы, Елена Марк, она даана и опилу рыбакона. Адкан, локаам рыбакона на там, элдет, ни халяви, иных динеком туре биршуты де Балха Цер. Ди, мы закликали, что Михаил. Он говорит, так, сейчас я это переведу, а потом все-таки посмотрю Раши, по-моему, мы его не досмотрели в прошлый раз, чтобы лучше понять то, что здесь сказано. Значит, Ашмоль сказал бы так. Я, когда в первом случае говорю, говорю даже по мнению Робона. Почему? Потому что случаи-то разные. Здесь в той ситуации, когда некто заводит свое животное к кому-то на передержку, ему-то это выгодно, удобно. И при этом по Робону он не несет никакой… он не будет вообще знать, забудет про этого быка. Теперь этот бык под ответственностью того, у кого он стоит. И это ему офигенно удобно. Ему очень хорошо… он уходит и забывает про быка. Но в первой ситуации вещь идет о неких плодах, которые некто положил у другого. и ему вроде как нет, не очень удобно, что эти плоды лежат у другого человека, и он не может ими пользоваться. Получается, что ситуации неравноценные. И если во втором случае хотя бы по Робе владелец двораста освобождается от ответственности, пока не примет ее на себя буквально, то в первом случае эти плоды… ну, хозяин как бы держит их в голове, что они его, владелец их настоящий, несмотря на то, что они лежат в другом месте, потому что ему это неудобно, он хочет их использовать, ему нужно до них еще как-то ножками дойти, а праздник не всегда можно. Вот, поэтому они как бы… их логический статус, их логическая связь как бы с этим их истинным хозяином сохраняется, и носить их можно только как он. – То есть что, вдруг здесь такая… все зависит от того, удобно или неудобно, вот такая какая… – Конечно, конечно, это во втором месте. – …которую нельзя, на самом деле, никак определить, что значит «удобно» или «неудобно». – Почему он определяет? Он определяет, он говорит, что здесь он оставил быка и забыл про него, не несет ответственности никакой. То ему нужно все время думать, то ты все время сидишь и думаешь, как бы мне сделать так, чтобы мой бык не потоптал какой-нибудь чужой поросль или не сожрал, или там ни до двух человек какого не забодал. Значит, мне нужно думать, насколько крепкой должна быть веревка, чтобы там этого быка, ну, в общем, короче. Вот. А тут мне ни о чем думать поработанно. Мне ни о чем не нужно думать. Я привел его, он сказал, старик, у меня тут только а тут мой бык потусуется, ничего? Он говорит, ничего. Все. С этого момента я могу идти там куда угодно в кино, забыв про этого быка, этот друг мне будет этого быка, значит, сам голову ломать, как он его собственную клубнику не потопчет. А я ни о чем думать не буду. Это называется нихали. Да? Это и есть удобно. А с плодами все ровно обратно, ситуация ровно обратная. Тут опять вопрос, в некотором смысле вопрос опять ментального статуса. Да? Вот эта ниха, мы же все время, все время, всю дорогу говорим о том, что Аллаха, она не в клубнике, она в голове. Да? Главное Аллаха. А в голове у него что? Здесь у него в голове ничего нет. Этот бык перестал быть у него в голове барабона. А клубника то не перестала. Он ее хочет. Клубника вкусная. Он думает про нее. Как бы мне на праздничный стол поставить немножко клубнички. А клубничку то не у него, а в другом городе. Понимаешь? Поэтому там действуют другие правила. Четараши. Вдруг станет все яснее. Ушмуя бар аны дэ амрэй. Бэга а афилу дэ рабонан лэ рабонан. А ткан лэ ка амрэй. То есть в этом первом случае дэ амрэй скажет, что нет, карагля мавки. Бэга афилу дэ рабонан. А ткан лэ ка амрэй рабонан. Ахэн дэ ка амрэй шоу бээл хацэр. Эээ лэ нянь шмиро. Кивэр дэ срир лэву. Дэ мистану оул вээн тарвах. Ка амрэлла. Ка амрэллэ. Куэл шэкэн дэ бээл ашур. Мэй нэ хніха лэ. Дэ муги шоу бэр шоу дэ бэл хацэр. Ээ шумро. Дэй мазиг. Ай шоу бэл хацэр. Ка амрэллэ. А валь ра халэ нянь тхумин. Мэй нихалэ лэ нэй тхууле. А ровно то, что я сказал. Что рабонан али бэдэ шмой. Тут надо очень хорошо тонко изучать, кто чё думает про кого. Сейчас, извини, это ты читал Раши сейчас? Я Раш прочёл, да. Ну, это, по-моему, то же самое, что я говорю. Тут надо очень тонко понимать, кто чё думает, по кого. По поводу чего, о ком. Да. Что шмой, гипотетически опять шмой, шмой редактор Гемарек скажет так, что когда я говорю, я шмой говорю, что в первом случае пирот, кораблей, армавки, с этим будут согласны и ради Раши. Несмотря на то, что там в том случае я пошёл по ради, да, что ответственность на себя нужно принять специально, особым образом, иначе она не принимается. И там это справедливо, потому что работам слишком облегчают жить, с моей шмулевой точки зрения, работам слишком облегчают жить владельцу этого быка. Он его поставил. Я там отмахнулся, сказал, иди, иди, я там занят пока. И всё, теперь с этого момента этот огородник бедный, значит, должен этого быка своему огороду ловить, да. И там я считаю справедливее мнению Раши, когда огородник должен взвесить своё решение этого быка, охранять и подписаться на это. Внятно. Но в том случае, когда кто-то кладёт у кого-то свои плоды, тут речь идёт даже не о Шмире, речь идёт о другом удобстве, об удобстве Тхумин. Да. Что я, у меня есть ограниченная возможность доставить их на свой праздничный стол. И тогда это, вот, тогда наоборот, у кого в голове эта клубника-то, не у того, у кого она лежит, он её не трогает, он её запер там в чулане, и всё, привет, она там лежит, никакой бык её не доставит, и всё, он её с головы выкинул. Она ему не нужна, а нужна-то она и её владельца. Поэтому мы связываем логическую принадлежность с ним, вот и всё. Так, значит, шитот развалились, значит, у нас получилось два отдельных мнения, как бы. Ну, четыре, собственно. Да. Сейчас, я немножко ещё доучу это продолжение, потом я, может быть, кому-то дам почитать. Да, мы обращаемся, теперь, значит, после всего этого рассуждения, мы обращаемся к вашим нижним, мы забываем, забываем вот этот кусок про Шмиру, да, он нас больше не интересует. Потому что мы сейчас не в балакам, а в бойцах. Нас интересует, кто как носит чего. Теперь, казалось бы, Казалось бы, сообщение о том, то, что говорили Раф и Шмур в самом начале Гимары, противоречит нашей Нишне. Почему? Вот потому, что они говорят. Тран, Вимире, Уперу, Дав, Камуа, Каму. Ви, Амата, Кераглей, Миши вкидывает слово. Керэ, Бум, Бум, Май, Абэй. Казалось бы, Раф полностью противоречит Нишне. Они здесь говорят это немножко другим языком, сейчас я переведу в точности. Но смысл там такой. Ведь Мишина нам что-то говорит? Что когда он принес там Камуу куда-то, в другом городе, то они не могут ему принести. Потому что эти плоты умеют ходить как он, а не как они. Значит, Шмур прав. Да. Шмур говорит, Камуу, Керагляй, Махкид. А тут еще говорится. А если он сделает Ру к ним, то тогда он может их как бы донести. Эти плоты следуют его. Так тем более Шмур прав. Где же Раф-то здесь? На чем стоит, собственно, мнение Рава, если оно полностью противоречит Мишне, о которой, собственно, идет речь. Подожди, подожди, я не понимаю, это сейчас какая-то еще одна Мишна приводится? Нет. Это наша Мишна. Наша личная Мишна. Та, с которой мы начали. Вот это вот тенан то, что сейчас... Это Мишна, да и цель. Та Мишна, которую мы обсуждаем сейчас. Не та Мишна из Бавлака. Вы думаете, что из Бавлака, вы забудьте все, она больше не пригодится. Нет, ну то есть сейчас он опять вернулся вот к этой Мишне, да, про то, что у него были плоды там в другом городе, да? Да. Так а что, почему вот сейчас вот опять они ввели эту Мишну, тенан? Да. Опять же, еще раз про нее начинают говорить. Не еще раз, понимаешь, структура субъек в Гемале не всегда начинается с той Мишны, к которой эта Гемара приводится. Здесь она не такая, здесь происходит как. Так, мы приводим мнение Рала и Шмуэля по некоторому вопросу, да? И пробуем его на зуб. Сначала приводим Мишну из Бавла Кама. Это как раз характерно для Гемара, что она... Нашу Мишну приводит ближе к концу субъеки. Понимаешь? Наоборот. Сначала, например, мы принесем постороннюю Мишну. Посмотрим, как они стоят в ней. Отыграли эту постороннюю Мишну. Отыграли, слили в... Слили в эту вприпу. Не важно куда. Куда-нибудь слили. Вот. Теперь, наконец, руки дошли до нашей Мишны. Но если уж сравнивать с нашей Мишной, то совсем бы нет, выходит у Рала. Раб плохо стоит на нашей Мишне. Шмуля хорошо стоит. Потому что Мишна ровно это и говорит, что нет, корабля Мавкин. А Шмуля стоит отвратительно. И когда Мишна уточняет, что если человек сделает Руб, то он может принести свои плоды, то он стоит еще хуже. Да. Это понятно сейчас, что я сказал? Нет, так давай переведи, вот как бы дословно получается. Вот наше Мишну. Им, Рэ, Фу, Пэрэ, Тэ, Камо. Да. Если он в сторону, то плоды следуют по нему. По тому, чьи плоды? Нет? По тому, чьи это плоды? Да. По нему, по хозяину. А дальше. А если, а тот, кто сказал… А если ты говоришь, что они следуют тем, кому они доверены, то то, что он сделал Руб, что это нам дает? Какая-то разница? Никакой. Никакой. Руб здесь стоит очень плохо. Да. Они говорят… Значит, нужно срочно сказать, ну, а скоро, ну, понимаешь, когда… человек противоречит, там, какой-нибудь Брайт, там, левый, ну, хорошо, можно сказать, что он не знал эту Брайт, например. Ну, считается, что все модельцы знают Мишну. Тем более Раб, который сам принес эту Мишну, вывел он. Раб же ученик Раба. Вот. Эта Шмуева как раз простительно, может быть, не знать или спорить с Мишной, но Раб-то каким-то, каким-то образом. Значит, нам в целом нужно выдумать, почему Раб не говорит бреда с точки зрения Мишны. И они выдумывают, разумеется. Значит, это так. Это когда я прихожу к кому-то и говорю, давай у тебя полежит моя клубника. Он говорит, заноси, я ее постригу, но с тем условием, что она будет лежать вот тут вот. Это зависит от угла определенной, да? И получается, что как будто бы этот угол вместе с клубникой остается в собственности того, кто положил владельца этих плодов. Сейчас я посмотрю, что Раш пишет. Это довольно стандартная процедура, много где и в имущественных делах, и в ряде вещей. Она позволяет обойти вот эту вот двойственность, кому принадлежат вещи, оставленные на хранение. А, такой процедуры, что ты как бы часть своего... Часть своего владения выделяешь как бы тому, чья это клубника. Ага, и тогда уже все, не двойственность, тогда точно это... Тогда это вот его склад внутри моей квартиры, вот этот угол, это его склад. И тогда по-равну, да? Вот именно тогда действует Мишна. Что? Облитим. Что там, где? Сейчас я посмотрю на наш отдел. Что это? Что типа, когда ты нашел в Крем-Завид. Рав будет считать так, что если он просто так оставил и тот обязался их хранить, то они как бы перешли во власть того человека, у которого они физически находятся, и он может их носить так, как ему можно носить. Но если этот хранитель выделил как бы ршут, как бы владение, как бы он временно выделил для этой клубники, то весь этот уголок читается принадлежащим ему. И они таким образом остаются в его владении. И вот тогда действует Мишна, этот актор читает Рав. Для Шмуэля это не проблема, для Шмуэля любой, принявший эту Шмуэру, он все равно оставляет эту связь с владельцем. Так, теперь Анька, читай дальше. Сейчас, подожди, значит, где мы… Ташма. А, Ташма. А, Ташма. Миши зимэн эцло орхим, ло юлиху бея дам манот, элиэмкен зикалагем манотэгем эрвьёмтов. А, ну это то, что мы… Да, это снова, они еще прокручивают эту Мишну. Следующий… Продолжение нашей Мишны. Кто-то пригласил к себе гостей, и не могут эти гости потом взять себе еду и идти своей дорогой. Только в том случае, если он до начала праздника написал, написал на коробочках, что это Петя, а это Васья. Как бы подарил им, да, каждый, каждый за это открыть. Ве и амарт кереглей Миша гивкиду эцло. Ки зикалагем альедэй ахэр майгави. А то, что ты… А то, что сказано, что будет идти так, как может идти, ну, хозяин двора, да? Да. То… Почему… Причем тут вот это? Нет. Или как? Как тогда будет сочетаться… Ну, как, что получается? Получается, что вот он коробочки этим написал. И теперь он является хранителем и хранителем. Он оказывается тем, у кого они их кидут. Подожди, но ведь он надписал… Он надписал, то есть он уже… Надписал. Они их. Они их. Но он-то является их хранителем. А по Раву они умеют ходить именно как хранитель, а не как владелец. Ну, подожди. Непонятно… Рав умеют плохо стоять по сравнению с Мишиной, понимаете? Что? Еще раз? Еще раз. Вот… Вот у меня… Вот… Забыли про… Неважно. Вот я знаю, что завтра ты приедешь ко мне в гости из твоего Нового Дима. Завтра праздник. Допустим, из Нового Дима Дерусалима, допустим, можно прийти пешком, да? На самом деле нет, но как бы… Вот. Я жду гостей. Не надо, из Муцы. Жду гостей из Муцы. Из Муцы точно можно. Вот. Я заранее готовлю им пирог. Который я им отдам с собой. Да? Вот он стоит у меня этот пирог. Этот пирог уже их? Почему надо считать, что ты… Пирог-то их. В том-то и дело, что пирог-то их. А лежит-то он у меня. Значит, я кто ему? Шомер. Ну, почему? Либо же ты тот… Что почему? Потому… А как иначе-то? Ну, точно так же, как с той самой клубникой, которую… Вот. Тот же самой клубникой. Так клубника-то… Как кто ходит? По Раву. По Раву она ходит не как владельца, как шомер. Значит, то, что они… Этот пирог стал их. Ничего не меняет его логическим статусом. Потому что лежит-то он у меня. Так, что им рож… Элэм кензика. В кензика миа мульхи. В эрэйк миа дону в кадимля. А ка зыки я. У шомер на акрагрема вкидает… Это то, что ровно. То, что они… То, что я сказал, да? Он становится… Он становится… Он становится… Мишей скидывается… Он становится шомером. Да? Сторожем этого пирога. Это… Это удивительная ситуация, но… Но так она логически работает, да? Я заглазно, да? Пирог все продолжает. Пирог вот он, да? Вот пирог. Сейчас он мой. А, я поняла. Ага. Сейчас он мой. Я дарю его тебе. Вот прямо сейчас по зуму дарю. Мне нет пирога. Но как бы… Если бы… Вот. Я бы сейчас тебе по зуму даю пирог. Теперь что происходит в этой ситуации? Ты становишься владельцем пирога. А я его шомером. Потому что физически вот здесь лежит. И мы говорим, вот после карантина заедешь, возьмешь. И все это время я остаюсь шомером этого пирога. И ходить он может. Не как я. В смысле не как ты, а как я. Пирога. В праздник. По Раву. Что полностью притворяешь в Мишне. Опять, все здорово. Мы пытаемся объяснить. Мы как бы здесь с позиции Шмуэля в некотором смысле, да? Пытаемся объяснить, что Рав на фоне Мишны очень плохо стоит. И это правда. Потому что Мишна явно, явно идет по Шмуэлю. По крайней мере, в шаг Мишны. Да? Если мы не будем делать укин тут там всякий, как мы в прошлый раз сделали, да? А, это если он положил специальный уголок, вот тогда Мишна работает. По Шмуэля Мишна работает всегда. Какие проблемы-то? Мишна так и так и устроена. Не караглей, а мавкин. Да? Связь человека с его имуществом сохраняется, даже если это имущество лежит в другом городе. Это по Шмуэлю. А по Раву-то нет. По Раву получается, что кто этот самый, того и тапки. Чьи тапки, тот и в них и ходит. В смысле? У кого тапки физически, но надо, тот в них и ходит. Не важно, что это не его тапки, да? А ведь не так. Мишна-то будет ровно обратная. Поэтому у него возникают проблемы. У него возникли проблемы с первой частью Мишны. Разумеется, возникают проблемы со второй частью Мишны. Потому что в этой картинке получается, что хоть и владелец пирога этот потенциальный гость, но Шумер этого пирога его бывший владелец. А по Раву, пирога его приходит к реглея Шумер. А не к реглея Бали. Это понятно? Да, дальше читай. Ахинами. И так же, да? Как в предыдущем случае, да. Так же, как в предыдущем случае? Из-за того, что... Подожди, сейчас мы рассматриваем какой случай? Предыдущий... Случай с пирогом. Нет, мы рассматриваем случай с пирогом. Случай с пирогом. Что если он дал им... А что значит Альеде Ахер? В смысле... Я сам так и не до конца понимаю. Что он дал им этот пирог, назначил им с помощью кого-то... Альеде Ахер в смысле, что не они сами были его владельцами, а он им как бы дал. Видимо, это имеет следует. Но до конца я не понимаю, что такое Альеде Ахер. По-моему, это здесь не важно. Так же так, как кому, кто отделил ему угол на своем дворе? Да. То есть, как бы, когда я дарю тебе пирог по Зуму, то получается, что я дарю вместе с пирогом тебе небольшой кусок своей квартиры. Ну, не дарю, конечно, не совсем дарю. Пирог-то дарю, а кусок квартиры не дарю. Кусок квартиры просто выделяю. Даю поносить. Ну да, типа того. Даю полежать там пирогу. Твоему. Теперь получается, что ты владеешь и пирогом, и вот этим вот углом, в котором он лежит. И поэтому... И так Рам объясняет Мишну. Рам не умеет Мишну выдерживать полностью по пшату. Раму нужны укинки, да? Нужны некоторые частные случаи, в которых Мишна работает. Потому что... Потому что, с его точки зрения, Мишна вообще, в общем случае, не работает. А работает наоборот. Ну вот. Поэтому он говорит... А, ну когда он вот так вот дарит заглазно вещь, то он как будто бы сразу выделяет этот самый уголок для нее. И эта продуктура становится частью твоей собственности. Таким образом, этот пирог всю дорогу лежит в своей собственности. И следовательно, когда ты придешь ко мне в гости на праздник, ты сможешь его забрать. И тогда я снова смогу пользоваться своим уголком. А так нет. Вы ибает эйма, а? Ты не чувствуешь, что что-то тут не так, да? Знаете, когда появляются слова ибает эйма? Что такое ибает эйма? Это оператора альтернативных ответов, да? Можно сказать так, а можно сказать вот так. То есть можно это объяснить вот таким образом, а можно объяснить вот таким образом. А можно еще каким-нибудь, может, третьим. Да? Это все будет вводиться оператором ибает эйма. Если хочешь, схожу тебе так. Значит, когда он употребляется? Ну, употребляется, когда каждое объяснение в отдельности слабое. Ну, действительно, в самом деле, это ты мне хочешь сказать. Ты мне рад. Хочешь сказать, что когда я дарю загладный пирог Аньке. Это значит, что я вместе с пирогом ей дарю кусок квартиры. Что я типа не могу это двигать этот пирог. Ну, дамой. Там, конечно, сказано дамой, да? Типа там. Но в любом случае, это как бы странная конструкция. Диковатая немного, да? Как-то так я не имел в виду вообще, вовсе не имел в виду дарить Аньке шкаф. Ну, вообще не. Ну, вот совершенно. Вообще не имел в виду. Вот. Имел в виду просто. Шайка подъедет, когда мне обратили в гости. У меня сейчас пирог с собой. Все. Вот. Поэтому объяснение странное, малологичное, натянутое и требующее дополнительного объяснения. Тоже слабого, но вместе они будут как-то немножко как бы друг другу руку рукой мыть. В таких случаях применяются операторы БАЭТЭЙМА. ЗК ШАНЫ, ШАНЫ это различное, другое, да? Другое дело. Что? Что это другое дело? Это не то же самое, что ты пришла ко мне и положил у меня пирог. Понимаешь? А, а. Это разные вещи. Теперь Раш объясняется в чём. Сейчас прочитаем. ШАНЫ, КУЛЯ ЦМО ЛАСА ЭЛАЛЬЮЦОВИ МИ ШВИТАТО, УЛЯ МИТОБЫ ШВИТА ЧЕЛОЕМУ БЫ ШУТА, да? Он с самого начала имел в виду, что этот пирог на праздник будет унесён гостями. В этом смысле ЗК ШАНЫ. Это не то же самое, что ты пришла, положил у меня вещи, а на праздник хочешь забрать. Разные вещи. Вот. Потому что с самого начала, с самого своего испечения этот пирог предназначался тебе. Да. И имелся в виду, что в праздник его от меня унесут. И поэтому вот этой самой мозговой интенцией, как бы, когда я этот пирог делаю и дарю тебе, этим самым он выводится из моей эллахической власти и приходит в свою эллахическую власть. Это понятно? Не только имущественно, имущественно это понятно. Самым учителем всё ясно, да? То есть, как бы, ты... Ведь, если ты у меня оставил пирог, он тоже продолжает быть твоим, не моим вовсе. А твоим. Вот. Но тут он дважды твой, он как бы твой и... И потому что я тебе... Я вот сейчас говорю, вот прямо сейчас говорю. Этот пирог... Вот видишь пирог? Вот. Не видишь, а он есть. Ну, в смысле его нет, на самом деле. Ну, вот, как будто бы пирог. Вот. Вот он теперь твой. Вот это именно называется Зика, да? Он теперь твой. В имущественном смысле он уже... Он твой. У нас даже свидетели есть. Вот. А в логическом смысле он тоже твой. Потому что... Потому что он ни для чего другого не предназначен, кроме как для того, чтобы ты его в праздник унесла к себе. Это немножко посильнее, надо сказать, аргумент. Но тоже, в общем-то, прямо скажем. Окей, поехали дальше. Раф хана бар ханила. Ханилай. 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 Этла бисра де авра де даша. Но это я ничего не поняла. Так, значит, он повесил кусок мяса на дверной запор. Ну, на дверь свою, короче. Ну, как сейчас положено, приносите вешать. Что ты говоришь? Ну, как сейчас положено, приносите вешать на ручку, чтобы не встречаться. А, нет. Он, похоже, на свою пока повесил. Я... Это... Да, но... У меня пока... Пока... А, нет. А, нет. Вроде бы, действительно, сейчас. Тала и бисра ба абра де даша. Ба бэйт ушпезинхий. Данатнуло... Чё? Там ты... Чё? Табакы аир. Ага. Так. Значит, окей. Значит, происходит следующее. Перед праздником, этот вот господин, живущий в соседнем городе, но имеющий рул этот, у него как бы есть, значит, он сам живет в другом городе, но у него есть номер в гостинице в этом. Вот так вот. Теперь. Он в этом городе покупал, или в каком-то другом, это не важно, он еще до праздника купил кусок мяса, положил пакетик, и этот пакетик повесил на дверь своего номера в гостинице. Сам он, подчеркиваю, живет в другом городе. Теперь, вопрос, что теперь с этим всем делать? Является ли хозяин гостиницы шоу-мэром этого всего? И если да, то как это мясо может ходить? Как сам этот раф, или как хозяин гостиницы? У хозяина гостиницы нет травы в тот город, но туда ни зачем не надо. Поехали дальше. И тогда, значит, пришел перед раф ху-ху-ху-ху, да? Он пришел к Рагуне с вопросом, а что делать? С вопросом. А, и спросил, если… Нет, нет, теперь Рагуна ему говорит. А, отвечаешь. А так, или коммейдер Рагуна уже понятно, что он пришел к большому авторитету. Рагуна – это серьезный мудрец, как бы. А этого друга я там первый раз в жизни вижу. Вот. Он пришел к серьезному мудрецу. «Да что мне делать-то?» А он им отвечает. Что если ты повесил сам, то иди и… Возьми. И что? И возьми? И возьми. А, а если… А если… Тебе повесили, да, эту штуку? Если они повесили для тебя… Если они повесили для тебя, то тогда не бери. То есть, Рагуна, как мы понимаем, Рагуна, в общем-то, идет по Раву. Рагуна – это ученик Рава, да? Он передает много сообщений от имени Равы. Рагуна идет, в общем-то, по Раву. И тут… А я сегодня не понимаю, почему так бывает в любом случае. Значит, дальше нам будет разъясняться, почему так. Ве-и-игу талам ми шакель. И если… Значит… Если он повесил… Да? Сейчас. А если он повесил, разве можно ему взять? А да. Если он повесил, разве можно ему взять? Так. Сейчас. Что-то я… То, что говорит Рагуна, не очень логично. Это уже редактор обсуждает от имени… Ну, если редактор обсуждает эту ситуацию. Это просто история, которая, в самом деле, произошла. Она доходит… Вот в такой версии она дошла до редактора. Редактор сейчас требует. Говорит, а почему Рагуна так сказала? «Ве Гор Рафф Хуна Талмид Раффава» Ведь Рафф Хуна был учеником Раффа. «Ве Яма Рафф керегле Миши Гифкиду Эцло» А Рафф говорит, что ходит так, как тот, у кого это оставили. Кому это доверено, да. Получается, что когда он принес этот пакет мяса в гостиницу, повесил это на гостиницу, все, значит, теперь этот хозяин гостиницы стал ниже скидывать, слушай, этого мяса. И получается, что ходить оно вот с момента наступления праздника, не с этого момента, а с момента наступления праздника, ходить оно может как хозяин гостиницы, а не как этот вот друг. Теперь этот друг приходит, значит, из соседнего города, хочет унести это мясо. Раб ему запрещает, а раб ему почему-то разрешает. Подожди, а почему вообще вдруг, ведь это же полностью повторение того, что было с этими, нет, Пирот? Именно так, так ответ-то разный. Вот они удивляют, они удивляются, что повторение-то повторение, а ответ почему-то получился разный. Да? Грубо говоря, если бы он пришел не к рабу, а к рабу, раб бы что сказал? Казалось бы, раз, казалось, что с того момента, как ты это самое принес в гостиницу, хозяин гостиницы является ответственным за нее, ну, в смысле, аллогически ответственным, и, ну, не с того момента, как, и с момента наступления праздника, это мясо оказалось физически во увладении, все, значит, оно умеет ходить как он, а не как ты. Значит, все, скажи привет своему мясу, после праздника вернешься. А рабуна, который ученик раба, а мувак, да, то есть рабуна – это главный носитель и преемник, носитель и передатчик слов раба. Даже в нашей судье там было что-то, рабуна от имени раба говорил. Почему он договорит по-другому? Сейчас, сейчас, так, извините, я только одну должна вещь сделать. Так вот, Шанни Авра Дедеша, Даша, значит, что это, это совсем другое, вот эта вот дверь, ручка двери – это другое, не то, что что-то еще. Это как тот, который отделил угол комнаты, как будто бы для него. Смотри, тут вот интересно это посмотреть сейчас, потому что, потому что Раши это объясняет одним образом, а я понимаю совершенно другим. Значит, 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 так, и Штанзай, кстати, по-другому понимает, чем Раши. Раши понимает так, Колумар, Шанни Гаха, до Талингу, Игу, Гуфы, Бавра Дедаша, Он сам лично повесил на дверной крюк, там, или дверной запор, или что-то там, вот, и хозяин никакой шмиры над ней не принимал. Поэтому, он говорит, это похоже на то, что у него есть некоторый кусок владения внутри, внутри хозяйского, и там лежит этот кусок мяса. Я лично понимал бы это по-другому, что раз, раз хозяин сдает ему этот номер, я бы так понял, что раз хозяин сдает ему этот номер, то этот номер отчасти его, и это и есть Керен Заби. Вот, я хочу посмотреть теперь в июне Штанзайца, с вашего позаоления, может быть, там что-то будет интересное. Слушайте, и так, и так это получается, что это как Керен Заби? Что ты говоришь? Что и так, и так получается, как... Нет, вот мне кажется, что и так, и так не получается. И так, и так получается, наоборот, что Зика Шанни. Что там по-другому аргументу поебает Эйма, получается, что эта хрень никогда в жизни вообще не была введами хозяина вовсе. Это так объясняет Раши. Сюда как раз Керен Заби не очень клеится. Ну хорошо, значит, подожди, Анна, а, но по результатам-то все равно... Ну так, ну конечно, по результатам и знаем. Результат-то нам известен, а Вуна разрешила ему взять. Но нам непонятно, каким образом этот результат осуществился. Мне кажется, что когда они говорят Керен Заби, это имеется в виду, что эта дверь, эта дверь его номер, она отчасти принадлежит ему. Он не имеет права ей пользоваться. Но Раши понимает иначе, что это место вообще никогда не было введами хозяина. Оно с самого начала, и как объясняется, что Эйма Зайцева и Юне, от имени не знаю кого, что оно всегда предназначалось для того, чтобы его забрать в Йонтов. И это второй аргумент, на самом деле, да? Это то, как же Кошан. В смысле, что... Мне кажется, что он тоже работает. Он как раз даже лучше, возможно, работает. Я даже не знаю, что лучше работает. Потому что хозяин знать не знает о существовании этого мяса вообще. Ну, может, не знать, да? Проспал он все это время, не знал. Не знал, что кто-то вешает на его двери мешок с мясом. Не знал. Тогда каким образом он вообще будет нести за него хоть какую-то ответственность? Да никаким. Поэтому он разрешает ему прицеп. Так это видит Раши. Но туда не очень клеится Керензавит. Я бы это... С Керензавитом я бы это понял так, что это его номер. Ну, вот представьте себе, что ты остановился в гостинице. Да? У тебя есть ключ от номера. Ты в этом номере кладешь всякие вещи. Они как бы... К ним... Нету доступа без твоего разрешения. Если ты вешаешь табличку не успокоить, туда никто и не войдет. И, грубо говоря, не имей права войцей. Значит, это твой номер, как бы, в некотором смысле. Если ты туда кладешь мясо там или чего, то оно короблейка, короблейка. Дальше, что ли, читаете? Дальше, дальше. Там дальше, дальше еще интереснее. Если они повесили для него, он не возьмет. А почему же он не может взять, если они повесили для него? Вегамар Шмуэль шоршель патам арэйгу кераглей коладам. Ведь... У нас, по-моему, был уже выше где-то. А вот это надо говорить, ведь сказал, да? Ведь сказал Шмуэль где-то еще, да? Ну, еще, но у нас было это высказывание. Что бык... Чего-то такое. Патам – это человек, который профессионально откармливает быков. А-а-а. Чтобы они вкусные были. А бык этого патама, он может идти как любой человек, который его купит? Нет? Конечно. Конечно, он же... Это то, что называется публичная оферта, да? Этот чувак, у него изначально быки на продажу и на мясо, да? Вот приходит компания людей в праздник и говорят, дай-ка нам этого быка. Вот нам есть какие-то правила, что они там должны рассчитаться потом, каким-то хитрым способом. Ну, неважно. Неважно, каким образом, да? Вот этого быка хотим. Они заранее не знают, какой бык вообще кому, да? Никто не знает. И они сами не знали до этого момента. Вот они приходят, им вот этот вот с белой звездочкой на лбу понравился. Берем и забираем. Могут они его увезти к себе в селение? Да. Потому что... Опять же, потому что это публичная оферта. Потому что он принадлежит... Он как бы условно не принадлежит аллогически еще никому, пока его не купили. И сам Патам это знает, да? Он знает, что в праздник будут приходить люди, забирать быков. Один туда, другой сюда. К нему это как бы аллогическое отношение никакого не имеет. Получается, что... Что тут даже еще интереснее получается. И быки получаются как вода из источника, да? Получается в некотором смысле как вода из источника, да. Не в имущественном, но логическом, да. В имущественном смысле пока его не купили. Он, конечно, принадлежит этому Патаму, да. Но в логическом смысле он уже как бы ментально отказался от... От того, что они будут следовать за ним, да? Потому что он знает, что в проект приходит много людей. Всем нужно мясо. Они будут приобретателем быков, уводить в разные места. Один на север, другой на юг, третий на запад. И уследить на этом оно совершенно не возможно и незачем. Поэтому шашлепота моревил, храблику адам. Да, верно, походу не стоит никто, совершенно верно. Вот. Вот. Теперь, значит... Теперь, значит... А с мясом-то еще интереснее получается, потому что оно-то изначально для него позапредвозначено. Все знают с самого начала, да? Хозяин гостиницы. Он его попросил. Позвонил ему по телефону. Накануне правильно. Говорит, слушайте, чувак, купи мне мясо, ну, вырезки купи, а я завтра приду и ее там дом пожарим. Окей. Он покупает. Вешает ему этот пакетик на дверь. Получается, что она изначально, да, в сознании всех участников, она была предназначена ему, чтобы он ее унес. Унес. Совершенно непонятно, почему он не может это сделать. Это действительно, вот это как раз действительно похоже на Зика, да? Ну, это оно и есть, собственно, да? И хозяин, покупая там из своих средств или денег, которые ему дал этот чувак, мясо, для него, вот он на нем написан, вот как в той коробочке, на нем написано, этому, как его, Рабу Ханай Хани Бар Ханилаю. Прямо на мешке написано. Ну, так это оно и есть же. Оно. Да? И то есть, вот как бы они спрашивают, почему же тогда сказано, что он не может взять, да? То есть, они все еще пытаются понять, как бы почему так сказано, да? Да, потому что решение Рабуны лишено логики Суи. Да, наше Сугья не устроено не так, как решение Рабуны. Он противоречит ей, он противоречит Мишне, и он противоречит решению Рана своего учителя. Значит, с Равом, мы вроде бы выкрутились. Теперь, а теперь с с логикой-то как? Да, если это приготовлено ему, повешено для него, почему он не может его взять? А с Равом, как мы выкрутились из-за вот этого? Да, мы выкрутились, что типа, что, 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 все понятно. предыдущего не было. Да, да, да. Ага. Так, вот, 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 вот. Амар ле Рабина ле Раб Аше, ле И ингу талу ле Шакиль. Опять, как бы задается... Еще один, еще один аргумент против Раб Ум. Мы еще не ответили на предыдущий, и у нас уже есть новый. Подожди, но вопрос точно такой же. Да, вопрос такой же. Потому что аргументация другая. Там он сейчас будет объяснять, почему. А, сейчас просто будет еще одна... Еще две даже. Еще два раза, еще раз так будет, да. А, вот, окей. Представьте себе картинку. Сидят они в Бритмедраше Раваше. Раваше, редактор Талмуда, да. Они собирают все вот эти вот... весь этот корпус сведений, да, и шьют из них Талмуд. Теперь, по ходу дела обсуждают. Вот Раваше сидит, значит, на председательском месте, в Великий Удрес. А вокруг там ученики какие-то. Они говорят, стоп, стоп, стоп. Вот мы видим вот эту вот мейбру Равуны, но, ну, посмотри, вот здесь она не бьется, вот тут она не бьется, и вот в третьем месте она тоже сейчас не будет биться. Давай как-нибудь осмыслим это, прежде чем в Талмуд ее всовывать. Давай как-нибудь поймем, где там логика. Ну, а, кстати говоря, если в результате окажется, что логики нету, а эта вещь все равно останется в Талмуде. Что, скажите, еще раз? А если в результате окажется, что нет никакой логики в этом высказывании, но она при этом все равно останется в Талмуде, да, так бывает часто? Всяко бывает, просто тогда мы должны объяснить, что в нем нет никакой логики, что это теюфта, что оно разбито и опровергнуто. Знаешь, мы даже что-то с этим делать, мы не можем поставить высказание, которое нам самим, нам, редакторам, это редакторы Талмуда сейчас между собой говорят, поймите. Нам, редакторам, это кажется нелогичным бредом, но высказано очень авторитетным мудрецом. Что нам с этим делать-то? Да? То есть, либо мы это поставим в Талмуде, и все будущие поколения, как бы всех изучающих, будут ломать голову, а почему раб Аши здесь не вышел идиотом. Либо мы должны написать к нам какое-то пояснение, чтобы тот же Раши хотя бы зафиксировал, что мы Тейруц-то хотя бы нашли. Понимаешь? Ага, хорошо. Так, значит, Это нам непонятно, потому что мы не знаем, про что идет речь. Здесь есть объяснение о том, что речь идет о пастухах. Да. Это тоже у нас было, это тоже у нас было, про то, что куда ходит стадо, которое пастуху не принадлежит, но который его пасет. И Радоса там говорил, что там, что если один пастух, то стадо идет за ним, по его, как бы, по его и руку. Как это нам, как это нам это самое? Сейчас. Посмотрим, как Раши это формулирует. Ну, это понятно. Это правильная, уместная союзка. Еще раз, они все время подчеркивают, что Аллаха, по крайней мере, в этом специфическом моменте, устроена как мозги. Не как физический пакет, а как мозг всех участников операции. Там, в случае с Радосой, что происходило? У нас есть один пастух. По умолчанию, все жители местечка отдают этому пастуху своих коровушек. По умолчанию, все они с самого начала, и в начале праздника тоже, понимают, что эти коровы пойдут за пастухом. Значит, они могут идти за пастухом, и к нему они как бы лепятся. Что будет у нас на выпуску мяса? Да, он будет еще хуже. Больше кем, говорит Раши. С самого начала, и это почти тот же аргумент, что и выше. Хозяева гостиницы, покупая мясо, не имеют на секунду в виду, что оно будет подреплено, для каких бы то ни было иных целей, кроме как для того, чтобы отдать этому чуваку. И он сам это понимает. То есть, как бы, все участники прекрасно понимают, точно так же, как и с пастухом и коровами, да, что придет, придет этот чувак, возьмет мясо и унесет. Почему же он не может этого сделать? Да. Они, они участники дискуссии, очень хорошо понимают, где находится Аллаха. Это, я считаю, что это как раз, это как раз, тут-то, нам приоткрывает немножечко свою, свою, свою кухню. Да. И, 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 как, и Гом любит говорить, эх, они сами, ашарабы фаршкамуды. И они говорят, ровно то же самое, что я говорю всю дорогу, что Аллаха в мозгах, да, что, что все, все, как бы, очень, очень многие, ну, не все, но, но, очень широкая сфера логических явлений следует за тем, что происходит в умах, как бы, участников операции. во всяком случае, в нашем случае, об этом точно известно, да, мы, мы долтоним пол, пол берока, ровно об этом же самом, что, 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 если, если, если некто считает, если все участники операции считают, что эта штука в данный момент, им пользуется вот, вот этот человек, то она за ним и ходит. Вот так вот. Да? Вот. И это, собственно, и есть аргументация, аргументация товарищей Раваши. Да? А Равуна почему-то, посад, против этого принципа. Ну, может быть, он думал, что Аллаха где-то в другом месте находится, но вида, там, вы точно, точно знали, как она находится, с их точки зрения. В мозгах. Ну вот. Так. Амар ле... Де-де-де-де-де-де-де. Амар ле Рав Аши, ле Рав Кахана. Леги ину талу ло Шакиль. Теперь, значит, Рав, сказал ему Рав Аш, сказал Рав Аш, Раву Кахана. Тот же... Да и сам Рав Аши немножко возбудился, да, значит, это третий круг, обсуждение. Рав Аши сам, действительно, нелогичный, Рав Кахана, Рав Кахана постарше Рав Аши, если я не ошибаюсь. Он теперь ему задает вопрос. Действительно, так так получается. И дальше слоя аргументация. Что ему повесили, значит, а он не может взять. Вегаттинан, это значит, это Мишна, да? У нас же, у нас же, Мишна несколько выше, да. Надо же в этом таки, все отсюда же. Мы учили, что и животное, и утварь идет так, как хозяин. Хозяин! 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 Он же хозяин-то. А кто хозяин? Хозяин-то он. Хозяин мяса, вот этот, Рав Бар Ханилай. Значит, почему он не может принести свое мясо? Это его мясо. Почему он не может его принести себе и съесть? Это Шаны Рав Хана Бар Ханилай. О, вот, сама виновата. Люблю такие аргументы. Дегабра Рава Гу У Трид Бишмате Дегахи Камарле Камарле А он говорит, нет, это отличает, здесь разное, то есть, в случае Рава Хана Бар Ханила Хана переводи всегда как другое дело, а русский это точно, точный, очень точный, как бы... Ну что, Шаны? Шаны, да. Оператор Шаны переводится как другое дело. Другое дело Рав, что делать, сказать, нет, да, другое дело Рав Хана Бар Ханилай Дегавра Рава Он отличается от всех других людей. Аллаха описано по-разному, как бы, это тоже, кстати, интересная, 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 важная подробность. Аллаха описано по-разному для разных людей. Для меня с тобой одним образом, да, Хана Бар Ханила это по-другому. Ого! А сейчас объясню, сейчас объясню, почему. Потому что он, он какой-то известный человек, Гавра Рава это значит это мудрец. Гавра Рава это человек, который толмит Хахам. Потому что он толмит Хахам. И он очень как-то работал над тем, чтобы все делать правильно. Не знаю. Нет, он занят учебой. Я так понял, что он занят учебой. Что он все время учил Тору. Сейчас посмотрим еще раз. И что, поэтому он так сказал? Ваахи Каамарли, и вот как ему сказал раби Равуна. А-а-а. Вот объяснение того, что как что ему сказал раб куму это. И отталет. Итлах симана вегабееву иллю маскат даетах минея. Илшакел. И ину талулах маскат даетах иллю тешкуль. А ему это сказал Я сказал, что если ты повесил, да, что если ты сам повесил, и что, там какой-то знак сделал? А, это не у нас было, это в другом трактации было. Это тоже очень важное такое логическое понятие, когда некую вещь ты держишь в голове, это все опять же в мозгах, как бы нигде в другом месте не происходит. Это отвлечение, да, значит, там это устроено так, что если ты сам его повесил, то ты знаешь, как он выглядит. Симана, у тебя есть признаки, ты ее опознаешь, когда увидишь. И поэтому, вроде бы как, его ментальный образ все время присутствует в твоих мозгах. Оно продолжает быть твоим. Несмотря на то, что ты... Как это устроено? У нас простых людей, да? Мы вот обычные люди, мы учим не всегда, а только по четвергам. Вот. Поэтому нам довольно легко сохранять свое внимание, например, на списке покупок, которые мы собираемся сделать. Да? Теперь. Раухан Барханил не таков, он погружен в учения. И для него где-то там на задворках мозга существуют только те вещи, которые он уже видел, образ которых у него уже где-то есть. Поэтому он как бы не отвлекается от них. Да? При том, что погружен в учебу. Это если он сам повесил. Потому что он... Тогда это... Это вот этот мешок красненький такой, другой на форме. И тогда он может его пойти взять? Тогда он может его пойти взять, потому что у него никогда не прерывалось внутри владение этой хренью. Сейчас я наше еще прочту, может быть, он лучше объяснит. Но когда они повесили для него, он его в глаза не видел никогда. И он ее в голове не держит, пока учится. Вот наступил праздник, а он, естественно, как всякий нормальный человек там, учит Туру в это время. В момент наступления праздника у него нет образа этого в Москве. И он никаким образом его ментально не приобрел. Поэтому он не может пойти и взять. То есть это только для... Вот есть такая лоха для тех, кто учит Туру... Вот, по крайней мере, здесь они объясняют это так. Вообще-то статус гаврораба действительно накладывает определенные ограничения, ограничения в том числе. Еще раз расскажи, пожалуйста, вот это вот мисхат даатеха. Мисхат даатах. Да, вот это эсеха даат. Отвлечение. Утрата внимания. Так в первом случае написано, что... Ну, мисхат даат. То есть ты не отвлекся от той вещи, да? Да, да. Она у тебя продолжает где-то там существовать, пока ты учишь Туру. Ты, конечно, не помнишь о ней постоянно. Это понятно. Но если ты захочешь, ты вспомнишь. Потому что ты знаешь, как она выглядит. Вот красненький мешочек. С вырезкой. А если это кто-то другой на тебя повезет, я его в глаза никогда не видел. Понятно, что ты даже если очень потрудишься, то ты не вспомнишь ничего. Потому что тебе нечего вспоминать. Это называется эсеха даат. Ого, круто. То есть таким способом они вот вышли из этого затруднения. Да. Если бы это был другой человек, если бы это был другой человек, обычный, не говрораба, то у него... У нас обычный, как бы, мозг практически, он всегда помнит там о каких-то... куче всяких нужных и ненужных вещей. Пример список покупок. Я считаю, что хороший пример в данном случае. Вот. Мне на праздник нужно там 3 литра молока, 2 десятка яиц, и вот мясо для меня купят в соседнем городе. Эта хрень у меня в голове постоянно. Вместо торы. В некотором смысле. Это, кстати, очень важная и крутая подробность. Что там в мозгу места мало. Да. Если у меня в мозгу там список покупок, то реально много тоже туда уже не влезет. Поэтому я не говрораба. Прямо по Шерлоку Холмсу. А где там Шерл... А, ну да, естественно. Вот. В этом смысле, да. Шерлок Холмс типичный говрораба в этом смысле. Это, кстати, очень важная подробность для понимания этого образа. Шерлок Холмс... Вот в этом описанном мысли Шерлок Холмс типичный говрораб. У него там солнечная система не умещается просто. И не нужно там быть. Да. Если ему зачем-то пригодится, что Земля вращается вокруг Солнца, он, наверное, где-то в книжке прочтет и использует. Но ему сейчас не нужно. Поэтому он осуществляет типичный эссе Хадаа. Он отвлекается от этого. Не принимает это в расчет. А сосредоточивается в совершенно других вещах. Ну, сейчас я быстренько прочту Раши. И мы... Даже не знаю, что. Посмотрим. Может быть, быстренько прочтем Мишну. Но в следующий раз у нас определенно будет СИЮ. И мы вроде бы с Анькой за 10 минут до урока зазвонились и подумали, что действительно сейчас, наверное, будет всем трудно и накладно приобретать другие трактаты. А Раши Шана у нас подшит к этому. И хотя есть много других соблазнительных трактатов, но мы пока, наверное, все-таки начнем Раши Шана. Значит, четыре раза, как мы делали. Я не знаю, что он говорит, что он не знает, что он не имеет ни одну тему, а у него ему отвечает, что он носил Игорь. А说 о том, что он не может делать, и он сказал, что Раши Шана, это живет означает, что на нервничество даже следует наш, общаться с Исраином. И как он вырослет на Деср guidelines и в мишках Ша-Асакхаву. Итак, тут вообще интересно получается, в трактате Хулин получается, что Рав учит, что мясо, от которого отвели взор, забитое мясо, да, а оно перестает быть кошерным. Но похоже, опять, что это Аллаха для Аталмидей Хахамин, который, что ни видит глазами, то у них в голове не держится, потому что они тоже учат. Так, теперь само объяснение. И Аталит, милида Амин, иниж биядей, лома отшево, лома сэгдати, ага, и ингу, да, влах, а того, да, атак, афлеках. Винанам зи гирим бешерка, в автодатай, в аотишкуль. А, алашора хэмли, и шо муцы. А-а-а, вот оно так. Вот оно так. Тут получается вообще так, что он говорит так, что забудем про законы праздника вообще. То есть полностью, да, вообще. Все, что я рассуждал до того, оно, конечно, тоже убедительно и красиво, но Арафия предлагает нам вообще забыть про законы праздника. И вспомнить про законы мяса, где в трактатах Кули Мурав объясняет, что мясо, на которое никто некоторое время не смотрит, легко может быть заменено на некошерное. И такой мясо вообще нельзя есть. Не праздник, а вообще. Вот так и тут он говорит, что, я не до конца понимаю, при чем здесь Шан и этот самый Рав Ханабар Ханилай, но он говорит, что если ты сам его, как бы, взял пакет, звезал его узлок, повесил, повесил на это самое, это как бы дает тебе некоторое возможность лишь шмо, шмиры, это штука, это штука не шмиры, если ты приходишь обратно, вот то, что ты говоришь, симоним ешь вас, узнаешь этот кусок мяса, этот пакет с куском мяса, и понимаешь, что это тот же самый пакет, это тот же самый кусок, то это не считается эссе-хадат, и ты можешь его есть. А если они тебе купили какое-то мясо, ты пришел, ты знать не знаешь, как оно выглядит, и ты совершенно не уверен, что это мясо три раза кто-нибудь не поменял на неизвестно что, то ты его вообще есть не можешь. А здесь важно, он принадлежит галахически или имущественно? Здесь, 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 Раш это выводит вообще из законов праздника. Он говорит, что забудем про праздник на секунду, ты вообще это мясо, ты чужое мясо вообще есть не можешь. Ты знать не знаешь, кто его руками там какими-то ругал. Ну, а в Гемаре вот этот кусок? Гемаре Кулин, так говорится, да. Нет, нет, я имею в виду вот здесь у нас. А здесь я не знаю, я предложил некоторое объяснение, Раш предложил некоторое другое объяснение, как бы, объяснение Раши стоит на суке из трактантов Кулин. Я это, особенно не знал и нафантазировал некоторых вещей, которые, мне кажется, все же довольно убедительными, потому что, потому что иначе не очень понятно, при чем здесь Гавра Рада. Но и то, что говорит Раши, совершенно меняемо, как бы, немножко странно, как мы вообще с этой точки зрения вообще пользуемся хоть какими продуктами, да. Ну, в общем, да, то есть, как бы, слушаю, что... Мы именно можем пользоваться другими продуктами, потому что мы не дотомедейхахами. Что? Нет, это имеет... Смотри, смотри, вот у нас есть... Там расклад такой. Вот у нас есть кусок мяса. Если мы его можем опознать по виду или по каким-то признакам, то неважно, да, что оно может полежать там где-нибудь, в холодильнике, и мы можем быть уверены, что ночью мне забрался какой-нибудь вор и не поменял мне это мясо на неправильно забитое. Но если я не знаю, как оно выглядит, да, у меня просто есть некий абстрактный килограмм мяса, я его, например, не видел никогда. Вот мне... Вот, вот, прекрасный, прекрасный, кстати, случай. А кто нам сказал, что если мы заказываем мясо через интернет, нам привозят кошерное мясо? А, ну, кто нам сказал? Если это мясо запаковано в упаковке и на нем стоит экшер, тогда он и сказал. А если мы заказываем мясника, который как бы, который отрезает его от туши, да, и присылает нам, то мы совершенно не можем быть уверены, что это мясо кошерное. Даже если у самого мясника есть экшер. Кто его знает, куда там арабский посыльный, на что его поменял по дороге. Совершенно никак не контролируемо. Вот, такое мясо есть нельзя. вообще нельзя, не праздник никогда. Как это называется? Что Дениса, не слышно сейчас. А вообще нельзя? Тихо, сильно? Вообще, вообще нельзя. Просто нельзя. Не, не, я имею в виду, ни в коем случае не предполагается, что он нанимает работника, который там должен, соответственно, такого нет. Ну, нет, нет, посмотри, Раша говорит, а Филу, у ББ, ты срали. Даже если он лежит дома у еврея, даже тогда нельзя? Да? То есть, как бы, нельзя? Нет, ну, понятно, что вы, мы как бы обычно все-таки не заказываем мясо, прямо вот куски мяса от мясника или заказываем. Я не знаю. По-моему, заглаживая все же не заказываем, а только в боковке. Не, ну, подожди. В боковке нормально. Либо мы доверяем человеку, как бы. Какому человеку? Какому именно человеку ты можешь доверять в этой ситуации? Где этот человек? Вот кто? Мясник? Прекрасно, я готов доверять мяснику, нет проблем. Но только по дороге от мясника еще много чего случилось. Ну, а, в смысле, есть ситуация с посыльным? А, конечно, да. Ну, подожди, но все-таки я хочу, вот, извини, вот то, что... Даже евреям. Я не могу удивить, что он все время смотрел на это мясо, не спуская с него глаз, понимаешь? А как только он отвернулся, привет, пришел какой-то, шел злобный бой и подменил его на другое, на не кошерное. А как оно выглядит, я не знаю. Хороший способ будет, наверное, связаться с этим самым мясником по ВОЦАПу, чтобы он прислал фотографию этого мяса. Тогда у меня будет симоним, да, тогда тогда лучше. Ну, слушай, подожди, все-таки я не очень поняла вот это вот, это мое объяснение интереснее. Ну вот подожди, подожди, может быть, если можешь ты его как-то еще раз объяснить, я вот не поняла, вот то, что, как ты объяснил, ты его, это ты не выводил за пределы праздника, да? Нет, не выводил. То есть там было важно именно то, что он талмит хахам, да? Там было важно, да, вот мне важно, что он талмит хахам, и Аксук, да, все время занимается торой. И поэтому он занимается торой, поэтому, и поэтому он не видел этого мяса, оно не его в галахическом смысле слова? Ну прежде всего не его в ментальном смысле слова. Его у него в голове нет. Ну то есть в галахический. И это на переходе от будни к празднику дает ему определенный алахический статус. И не дает другого алахического статуса. То есть если бы я в момент наступления праздника напряженно думал о том, что это мясо такой классный кусок сочного мяса, который я... Ну я не буду этого... То есть я-то, может, и буду. А там нет, как он точно не будет. Вот. Потому что он занят другим совершенно. И... И вот. Но, но, опять же, мне кажется, что у расы немножко не стыкуется вот эта гаврораба. с другой стороны, как бы, нельзя никакой знать, что Субьяхулин существует. То есть, как бы, ты хочешь сказать, что объяснение Раши, понятие гаврораба, оно не нужно, получается? Ну, вроде как так, получается, да. Вроде как-то, тогда непонятно, зачем они говорят, да, Шан и... Он, он вроде повторяет это, но, но он, по-моему, совершенно этого не объясняет. Я не вижу, где он это объясняет. Не вижу. Так. Шестер, 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 шестер. Шестер. Да. Сейчас. Вот. Вот в июне последний июнь вроде бы следует моему мнению, что по простому смыслу получается, что это мясо по мнению Рава и, соответственно, его ученика Равуны вовсе не кошерное. Потому что никто за ним не смотрел. Никто не может подтвердить, что оно то же самое. А вот по последнему мнению, которое он приводит, там речь идет и Рава тоже приводит в самом конце своего комментария Лошона Хэр Мишу Мукцы. Вот Мишу Мукцы — это вот как раз то, что я говорю. Когда человек забывает о нем, и у него оно не становится на момент начала праздника, оно не становится то, что мы называем мухан. Остается вот этим мукцем. Ну, в смысле, остается как бы непереносимым. Если я сам его вешаю, то да, а если они для меня вешают, то нет, оно не возникает в его образ, не возникает в моей голове и не становится, не делает его пригодным для праздничного использования. Оно становится мукцем. Вот это то, что я пытался вкрутить. И все-таки есть там, есть мнение, которое меня поддерживает. А у Рава, оно перестало быть Кашеном, в смысле, у Раша либо на Рав, оно в принципе перестало быть Кашеном вообще. Так, ладно, на сегодня все. Ну, в следующий раз начинаем последнюю мишну, доучиваем эту последнюю мишну, и надо успеть все-таки выучить кусочек Роша Шана. Если кто-то хочет приготовить себе что-нибудь выпить посредине, то это приветствуется и одобряется. А сколько сиюм, это вам не фунт изюма, не хухры-мухры. А мы еще продолжаем в зуме, да? Тебе вопрос, спроси, спроси этих друзей. Я-то лично с удовольствием приеду и пообщаюсь. Пока нет разрешения собираться в закрытых помещениях, только на воздухе. Да, но на воздухе мы не будем, наверное. Ладно. Давай пока в зуме, да? Давай, хорошо. Держи контакт с этими друзьями, с этими, как его, Махон Лившинц или как они называются. Они-то будут точно знать, когда у них чего. Ладно. Да? Я, конечно, вас всех увижу, конечно, и лично. И буду очень рад. Вот. Ладно. Всем спасибо. Хорошо, спасибо. Пока-пока. Спасибо. До свидания. Было очень интересно.